Привет! Согласен, что давненько не было хороших новостей, таких, чтобы с аналитикой, чтобы важнейшие новости я обсудил. Ну, так что, ты дождался, они будут. Меня зовут Илья, это Агроменеджер, и погнали по новостям. И, может быть, я, конечно, давно не снимал новостные выпуски, поэтому разучился делать хорошие новости. Точнее, нет. Хорошие новости я не разучился делать, и новости действительно хорошие. Но при этом, как-то в новостном выпуске, обычно все новости занимают такое одинаковое значение. А здесь, прям как конкретный лейтмотив, у нас будет идти одна культура. Это СОЯ. И, кстати, в этом выпуске я не скажу ни одного слова про ее защиту. Про ее защиту выпусков было много. Еще и будет у нас в запасе очень много технологических приемов, которые можно сделать еще сейчас. Но сейчас не об этом. Поговорим о СОЯ, о мировом рынке, о российском рынке. Поговорим о семенах. Потом я еще плавно перейду как-то на въезд семеноводства. А это, кстати, очень актуальная тема. И при этом еще умудрюсь увязать это с тремя указами. Точнее, уже законами, которые подписал наш президент. И это еще не все. Вмешается американское министерство сельского хозяйства. Прогноз по пшенице. В общем, стало уже интересно. Поэтому твоя поддержка. Самое главное, что уже точно мы знаем. Ютуб замедляют. Поэтому подписка в Зен, подписка в ВКонтакт. Ракета на Рутюбе. Мы начинаем. Это агроновости на всех площадках. Про самое важное. И если кто-то не местный или из местных кто-то не догадался, снимаю я в своем самом любимом парке. Парке Липецк. Это парк Победы. На аллее трудовой славы. Но мы сейчас не про это. Начнем мы наш выпуск новостей. Естественно, с нашего президента. Ну, как не начать с президента. Три новых закона, которые касаются сферы АПК. Первый из них это закон, который касается ветеринарных добавок, премиксов и кормов. Интересная тема. Не совсем то, чем я занимаюсь. Но я вам скажу, что вот в этом есть очень интересное направление, которое достойно целого выпуска. Поэтому оставим это как спойлер. Перейдем к закону номер два. И второй закон, который закрепляет Минцифры как агрегатора цифровой платформы для Минсельхоза. Для чего программа? Ну, опять же, мы можем сказать, что, как обычно, напишем, а все для контроля, а очередные в ГИСы нет. Как планировано в этой программе, это ускорит и улучшит процесс получения квот, субсидий и других остальных плюшек от государства, которое касается каждого из нас непосредственно сельхозтоваропроизводителей. Важность всех трех законов, а третий, кстати, я еще не назвал, но я его обязательно назову, потому что это закон об агроагрегаторах. И это мы сейчас имеем в виду не маркетплейс, а это гораздо более интересная тема. Вообще все три закона. Это очень правильно и это очень своевременно. Во-первых, для производителей кормов и добавок государственная поддержка очень правильно. В плане того, чтобы все субсидии доходили по целевому направлению, это тоже очень верно. И чтобы прозрачность их получения была еще выше, чем она сегодня, это тоже правильно. Но что касается создания агрегаторов, вы представляете себе, вот я вот, допустим, учился в кооперативном университете, да, и нам все время говорили, там, спытовые перерабатческие кооперативы надо создавать. Сейчас же создаются агрегаторы, куда фермер, небольшой фермер, я думаю, это направлено как раз на поддержку как раз мелких, средних хозяйств, могут сдавать свою продукцию, которая будет перерабатывать. Ведь зачастую, когда мы что-то выращиваем, даже там органическое или еще что-то, то сбыт продукции – это ключевой фактор. Потому что сейчас на самом деле решает очень сильно рынок. Причем, когда я говорю рынок, рынок – это не в классическом понимании, а это прямо именно рынок. Человек вырастил условную морковь и должен ее везти, как-то сдавать, там, где на нем перекупы наживаются, да, в сетки войти невозможно, потому что там либо закупщики, либо какие-то условия, еще что-то есть, что делать обычному фермеру. А вот здесь на помощь придет как раз государство, когда будут создаваться, ну, не заготовительные кооперативы, это, скорее всего, заготовительные базы, которые будут заниматься заготовкой, переработкой, в том числе помогать со сбытом этой продукции. Вот это классная идея. Посмотрим, как она будет воплощаться, но я же обещал в этом выпуске поговорить и о сои, и об остальном, поэтому поехали дальше. Следующая новость, она как раз тоже касается масличных, будет достаточно короткой. Первое. Разрешили экспорт рапса. Шикарно! Потому что мы, как один из больших рапсовых регионов, достаточно рады этому. Но ограничат пошлины. Как пошлина будет работать и повлияет ли это на экспорт и в каких объемах, как отразится на ценообразовании, покажет время. Пока на данный момент фиксируем следующее. Мы отменили запрет на вывоз рапса, и мы вводим пошлину. Сейчас прям тут должен такой саундтрек когутину заиграть. Почему это я в агроновостях? А вот сейчас меня поймете. Смотрите. В Краснодарском крае есть один фермер. Кстати, тоже мой коллега, агроблогер. И я про что говорю? Вот тут, как говорится, о независимых и зависимых, и как бы экспертных мнений и нет. А человек взял, опубликовал два сториз, посвященные, кстати, в том числе нашему пацану производства Щелкова Аграхим к речету. Какие замечательные результаты. К чему я это веду? Во-первых, огромное спасибо за то, что показываете свои результаты. Это раз. Второе, он не единственный в России. Есть и другие, те, кто не взаимодействует с компанией Щелкова Аграхим с точки зрения рекламы, нежня каких-то бюджетов или еще каких-то плюшек. Честно, публикуют свое мнение. Я это к чему? К тому, что когда обращаешься к каким-нибудь популярным агроблогерам, говоришь, блин, дружище, слушай, ты агроблогер, я агроблогер, ну, у меня есть продукция Щелкова Аграхим. Давай сравним с тем, что ты продвигаешь. Вот ты пихаешь свое экспертное мнение, что оно прям такое независимое. Давай проведем опыт. Давай сравним. Знаете, что получаем? Не, не могу, не хочу или еще что. Это, по сути, это напоминает банальную торговлю. Просто люди выбивают какие-то плюшки и хотят продать свое мнение. Ребята, мы не покупаем чужие мнения. Мы поддерживаем правильных и независимых агроблогеров, которые публикуют честные результаты. Когда результаты очень хорошие для нас, мы этому рады. Но иногда бывает, что результаты не очень, и мы тоже рады, что объективные и честные мнения. А вот когда люди хотят продать свое независимое экспертное мнение, кому оно нахрен нужно? Извините за мой французский. Поэтому, Дуди Фарм, вы большие красавцы, Донской фермер, большие красавцы. Те, чьи выпуски еще не видел, тоже. И, что я забыл сказать, публикуется это все в запрещенном сейчас у нас в Инстаграме. Поэтому, ребята, если хотите, то Яндекс.Дн, то ВКонтакте, публикуйте это, и вас увидят по-российски, нормальные, а не запрещенных западных платформах. Но это как совет. Не мне вам советовать, мы делаем правильные вещи, вы тоже, поэтому давайте делать вместе. Ну что, в начале я в выпуск обещал вам рассказать просто про мировой рынок, потребление, производство, про российский рынок. Ну что, погнали? Значит, что нам надо понимать для мирового рынка СОИ? Во-первых, Россия там входит десяток крупнейших игроков как потребления, так и производства. Небольшая у нас, конечно, доля от общего потребления и производства. Ну а что говорить, если та же самая условная Бразилия производит раз в 20-25 больше СОИ, чем их. С точки зрения потребления, Россия тоже занимает свое достойное место в первой десятке, но опять же, потребляем, импортируем мы СОИ порядка двух миллионов тонн. Сейчас в этом году наверное сократится цифра одного миллиона. Китай потребляет 100 миллионов тонн СОИ ежегодно. Да, 20 миллионов тонн они производят, но 80 миллионов они импортируют. Чтобы вы понимали, вот Россия в этом году очередной раз на 10% увеличила производство СОИ и увеличит. И мы надеемся, что урожай этого года, дай бог, будет хорошим, а он будет хорошим, я в это верю. Так вот Россия, с учетом увеличения, будет производить в этом году там 7,2 миллиона тонн СОИ, да. На внутреннее потребление у нас тоже растет, но все равно уйдет, ну, порядка там 6 миллионов тонн. То есть, миллион, миллион 200 у нас пойдет на экспорт. Даже если мы 100% поставим в Китай, ну, то есть, этот миллион 200, а потребность у них 80 миллионов, это, ну, раз в 65 меньше от необходимых потребностей. Поэтому зависимость Китая, с точки зрения потребления СОИ, все равно будет. Мы заместить, пока шапка закидать, да мы вырастим, это все сделаем, мы стараемся, но, ребята, мы даже не рядом пока с ключевыми показателями, поэтому Китай, с точки зрения СОИ, должен ориентироваться как раз, ну, скажем так, не на совсем дружественные или нейтральные страны, которые сейчас есть. Здесь же, опять же, растет вопрос по поводу того, что, ну, если Китай под давлением других стран основных поставщиков не захочет брать продукцию СОИ из России, куда мы ее денем? А вот здесь как раз работает наш Минсельхоз, над альтернативными путями, мы сейчас наш СОИ везем не только в Китае, это как раз это Индия, у которой спрос растет, это Бенин, это еще множество государств того же Аравийского полуострова. СОИ востребованы, продукты переработки, да, и сбыт на нашу продукцию мы найдем. Если, опять же, зададите логичный вопрос, Илья, если мы производим столько продукции, что нам позволяет миллион тонн отправлять на экспорт, нафига мы ее покупаем? Ну, бред же, правильно, блин, миллион покупаем, миллион отправляем, как будто мы перепродажей занимаемся, нет, это отюдь нет. Здесь проблема в чем? Здесь даже не проблема, у нас страна большая, основная часть производства СОИ находится на Дальнем Востоке, именно производство, а переработка локализована ближе как раз к центру, к червозеям, на юге России, в западной ее части, и мы понимаем, что та СОИ, которая произведена на Дальнем Востоке, чем ввести ее через всю страну перерабатывать, ее проще излишек отправить за рубеж. А вот там, где возникает дефицит, и неспроста, допустим, условно, в Липецкой области площадь СОИ за последний год выросла на 30%, на 30%, не на 3%, не на 10%, на 30%. Растет потребность переработки, именно как раз за это и снижается объем импорта той СОИ, которая заходит к нам, потому что если мы сейчас в центре обеспечим те производства и ту переработку, то есть вопросов не возникнет, зачем нам ее импортировать за счет своей СОИ. Поэтому спрос на СОИ, пока растущий, пока стабильный, на горизонте ближайших 3-5 лет, он точно, однозначно будет расти. СОИ становится перспективной культурой, точнее, уже стало. Второе, а когда мы научимся работать с этой СОИ так, чтобы раскрывать полностью ее потенциал, чтобы защищать ее от предителей, чтобы защищать сорняков, чтобы получать такие урожаи, которые позволят нам говорить о том, что рентабельность СОИ это одна из самых лучших культур в нашей стране, а именно непосредственно в нашем современном регионе. Ну, это мои мечты, которые они есть, они сейчас начинают потихоньку сбываться, к этому надо идти. Наша задача как вы выполняете? Мы будем и дальше вести просветительскую работу с точки зрения защиты, питания, семян СОИ, вообще развития всего этого направления, потому что культура замечательнейшая. По рынку, я думаю, смог на пальцах вам объяснить, что спрос будет, цена будет стабильная, нужно хорошее качество, нужен хороший урожай. Поэтому выводы делать, как обычно, только вам. Да, кстати, чего я в парке-то поперся, а не в поле? А у нас в Липецке опять прижарило, хотя идет полным ходом уборочная по всей стране. Мы получаем сейчас урожай ниже среднего пятилетнего, но при этом зерновых уже сейчас на данный момент более 70 миллионов тонн собрано. Прогноз, например, сельхоза в 132 фактически половина. пшеница мы собрали 55 миллионов тонн, уже 56 намолочено. Мы продолжаем. В общем, в стране хлеба уже сейчас понятно, что хватит. Поэтому все хорошо. Я про что хотел сказать? Прижарило. А это значит что? Если ты не смотрел наши выпуски, это значит паутины клещей, возможно, твои сои. И если ты не понял, насколько это еще ценная культура и насколько нужно ее защищать, ну, рецепт один. Посмотри наши выпуски или продолжай дальше отдавать половину своего урожая болезням, вредителям и всем остальным. В общем, это были агроменеджеры. Такой дайджест новостей немного про рынок, немного про сои, немного даже про честных блогеров. Ну, в общем, как обычно, если тебе понравилось, палец вверх, подписка на все российские соцсети. С вами был Илья, канал Агроменеджер.